В Алма-Атинской области стартовал чемпионат страны Попа Радзюдо. В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из 14 областей республики. В центре олимпийской подготовки по боксу в селе Байтирек, Кенбиш, Казахского района, побывала съемочная группа телеканала. Наш корреспондент расскажет, кто же стал лучшим спортсменом и какие привилегии у победителей. На очередное первенство Попа Радзюдо было отобрано 102 спортсмена. Это мужчины и женщины из 14 областей страны. Согласно условиям турнира, в нем приняли участие борцы категории G1 и G2, то есть незрячие или слабовидящие. Борьба велась по 14 весовым категориям. В этот раз Алма-Атинскую область представляют 16 спортсменов. Среди них Гуляй Мактанова, которая выступает в весовой категории 48 килограммов. Я родом из Карасайского района Алма-Атинской области. Мне 47 лет. Занимаюсь этим видом спорта уже полтора года. В прошлом году заняла второе место на соревнованиях в Актюбинской области. К нынешнему турниру я готовилась очень серьезно. Хотелось бы, чтобы молодежь занималась спортом и избегала вредных привычек. По словам организаторов, 8 борцов, набравших наибольшее количество очков в этом первенстве и ставших победителями, войдут в состав сборной и примут участие в предстоящих международных состязаниях. Особенность этого чемпионата в том, что наступающий год – это год Паралимпиады. Поэтому у борцов, победивших в этом чемпионате, есть возможность войти в сборную и принять участие в предстоящих Паралимпийских играх. Стоит отметить, что международные соревнования состоятся в Германии уже в конце февраля, а после продолжатся в Турции и Грузии. В свою очередь, этот турнир – своего рода путевка на участие в Парижской Олимпиаде. А потому все участники стремятся к победе, чтобы в дальнейшем испытать свои силы на главном международном спортивном событии года. В 2023 году я стал чемпионом мира, затем чемпионом Азии. Теперь цель на будущее – принять участие в Парижской Олимпиаде. Моя мечта – это стать ее победителем, тем самым защитить честь страны. В завершении чемпионата по парадзюдо состоится традиционная церемония награждения участников, а победители, удостоившиеся путевки на Олимпиаду, планируют остаться в центре и продолжить подготовку к предстоящим международным соревнованиям.